Память погибших правоохранителей почтили в Приморье. Уже 23 года в России в середине октября вспоминают тех, кто ценой своей жизни отстаивал законности и правопорядок на территории страны. Сегодня к мемориалу павшим на улице Пограничной в Дальневосточной столице пришли руководители и ветераны силовых структур региона, представители администрации Владивостока и общественных организаций. Как подчеркнул губернатор, всех погибших объединяет одно – готовность пожертвовать собой ради спасения жизни других. Сегодня мы по традиции собрались здесь, в этого памятного места, чтобы отдать дань уважения светлой памяти погибших сотрудников при исполнении своего служебного долга. Всех их объединяет одно – готовность пожертвовать собой ради спасения жизни других. В трудную минуту для государства они встали на ее защиту. Именно они не дали разрастись той системе терроризма, бандитизма, который в то время зарождался на Кавказе. Наведение конституционного порядка досталось нам дорогой ценой. Но именно они заражили пример беззаветного служения Родине. Пример, которому поступают сейчас сотрудники, кто приходит на службу в органы внутренних дел. Именно они сегодня являются примером для тех наших ребят, кто сегодня также достойно несет службу в зоне специальной военной операции. Сегодня их сыны, их братья, их родные, близкие честно и до конца исполняют свой воинский долг там, на Украине, громя нацистов, показывая примеры бесстрашия и мужества. В разные годы при выполнении служебных обязанностей погибло 184 сотрудника органов внутренних дел Приморья. За проявленное мужество и героизм 30 из них награждены орденами мужества посмертно. Двум сотрудникам присвоено звание Герой России. Присутствующие почтили память павших минутой молчания, возложили цветы и еловую гирлянду к постаменту. Полицейские курсанты прошли маршем по брусчатке мемориала. Продолжение следует... Продолжение следует...